всем привет дорогие друзья из жаркой алании привется точнее мы уже не в алании мы уже в манавгате и направляемся с вами в сторону афьона и в этом видео друзья конечно судя по прошлому видео вас всех интересует ситуация в турции и что происходит с масками и так далее в этом видео мы с вами проедем 500 километров от аланийского побережья до города афьона я вам покажу что происходит какая ситуация с масками как я говорила в прошлом видео кто не смотрел прошло видео смотрите ссылку в описании ничего особо не изменилось как было предписано носить маски так маски нужно носить кто-то писал в комментариях как же плавать в масках и кушать друзья в масках никто не плавает и в ресторанах не кушать когда вы заходите в ресторан вы заходите в маски когда вы кушаете вы маску снимаете когда вы плаваете море естественно вы плаваете без маски в общем едем с вами и смотрим что происходит в турции как раз по масок безопасности и тогда покажу вам у многих возникает вопрос как же есть в ресторане в маске естественно друзья в ресторане маски никто не есть когда вы приходите в ресторан уже заходите в ресторан маски но когда вы садитесь за стол вы можете опустить маску и кушать все столы в ресторане в соответствии с правилами поставлены в метре полтора метра друг от друга поэтому в ресторане вы снимаете маску и кушаете сейчас мы остановились ресторанчики на дороге недалеко от анталии и заказали конечно же чечевичный суп всем кто кушает приятного аппетита вот таких вот ресторанов очень много на протяжении всех турецких дорог друзья ну и конечно же огромное количество если вы едете из-за алании в анталию или из анталии в аланию очень много таких ресторанов и здесь подают конечно же суп мясные блюда в общем все что хотите из турецкой кухни и мы как я уже сказала заказали чечевичный суп и вместе с чечевичным супом нам принесли перец помните я вам показывал вот этот перец в садах во фьенских здесь у нас салат острая паста лук гренки и конечно же лимон посмотрите что айхан себе сделал очень много гредок кстати сейчас во многих ресторанах турции стали подавать гренки очень интересно и вот такая вот большая большая тарелка чечевичного супа поэтому не бойтесь ходить в ресторан никто вас не заставит есть маски кушаем без масок друзья мы продолжаем наш путь сейчас на градуснике 33 градуса но такое ощущение что все 45 в алании в анталии стоит жаркий сентябрь в этом году бархатная осень откладывается на начало октября это ну а если в анталии и в алании стоит жара то уже после того как мы повернем в сторону испарты в горах уже зелень деревья желтеют краснеет и там ощущается приход восемь поэтому покажу вам и и начало осени горах тоже а Продолжение следует... Продолжение следует... От Анталии мы отъехали примерно 50 километров, и вот вы видите, до Спарта осталось 60 километров. Здесь на самом деле уже ощущается дыхание осени, и встречаются уже пожелтевшие, покрасневшие деревья, деревья, с которых листва практически опало. А зимой здесь очень красиво выпадает снег, и эта дорога как раз ведет к горнолыжному курорту, который находится в Испарте, называется Доврас. У нас очень классный горнолыжный курорт, в описании к этому видео смотрите ссылку. Мы там были в прошлом году, и в этом году тоже обязательно поедем. А дорога, вот эта вот дорога, которая ведет из Анталии в Испарту, или дорога из Анталии в Конью, тоже очень красивая. Зимой невероятно атмосферно, потому что деревья, все эти горные вершины, холмы покрываются снегом, и здесь очень-очень красиво. Поэтому всем, кто будет в Турции зимой, обязательно советую проехать от Анталии до Испарты, или до Конии именно в конце декабря, в начале где-то января месяца. Мы держим свой путь сейчас в Испарту, и возможно на первой заправке сделаем остановку. Продолжение следует... В Турции на данный момент положено носить маски везде, где бы вы ни находились, кроме своего дома. Естественно, опять повторяюсь, в ресторане вы кушаете, опускаете маску, на пляже вы не плаваете в маске. Но на пляже находиться нужно в маске, когда вы плаваете, вы ее просто снимаете. И, конечно же, когда вы находитесь в каких-либо общественных местах, это может быть заправка, это может быть магазин, это может быть кафе, или какое-то государственное предприятие. Как всегда и везде нужно находиться в маске, и вход разрешен только в масках. Без масок вход запрещен, и в Турции за это штраф. И, кстати, друзья, со вчерашнего, вчера вечером было сделано это объявление, и на данный момент в Турции людям, которые старше 65, находиться на улице можно только с 10 до 5 вечера. Во все остальное время нахождение на улице, к сожалению, запрещено. Вот такое вот вышло постановление вчера. Опять же, повторюсь, все, что касается общественных мест, за пределами вашего дома вы всегда должны, за пределами вашего личного помещения, вы должны всегда находиться в маске. Мы сейчас приехали на заправочную станцию, здесь нет абсолютно никого, кроме нас. И вот такие вот заправочные станции в Турции находятся на всех основных и неосновных дорогах. Поэтому, если вы путешествуете по Турции, у вас не возникнет проблем с тем, чтобы заправиться. Покажу вам сейчас, сколько стоит здесь бензин. 95-й стоит 6 лир 71 куруш, газ стоит 3 лир 66. Матарин 5.93-5.97. И, друзья, переходим опять к нашей теме. Многих из вас интересует вопрос по поводу 20 сентября. Вот такая вот страшная дата. Говорят, что 20 сентября закроют все границы. Кстати, я до сих пор не поняла, какие границы закроют. Россия, российские, турецкие. В общем, все боятся очень этой даты. Пожалуйста, я призываю вас, не поддавайтесь панике. И смотрите только официальные источники. То, что касается Турции, это, конечно же, Министерство здравоохранения, Министерство туризма и их социальная сеть. Пожалуйста, не поддавайтесь панике. И, как говорится, посмотрим, что будет 20 сентября. Потому что у меня тоже нет никакой абсолютно официальной информации по поводу этих дат. Вот приехал на заправку такая большая машина. В общем, как я вам и сказала, нет у меня никаких официальных данных по этому поводу. Поэтому посмотрим, что произойдет 20 числа. Я надеюсь, что все будет хорошо. И никакие границы не закроются. Все будут здоровы. И будем надеяться на то, что эта ситуация в скором времени разрешится. Поэтому, пожалуйста, опять же, не поддавайтесь панике. И получайте информацию из официальных источников. И, конечно же, если у вас есть возможность, желание, приезжайте в Турцию, отдыхайте. Потому что в своих видео предыдущих я вам рассказывала очень много об отдыхе. И сами мы были и в отелях в Анталии, в Аланье. И совсем скоро, через пару дней, мы отправляемся в Бодрум. Поэтому, если вы не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. Потому что у нас вы увидите все самое интересное и полезное. Про отель расскажу вам чуть позже. А сейчас едем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До Афьона нам осталось ехать примерно 100 километров. Мы практически доехали. Хочу вам также сказать по поводу отелей. В описании к этому видео вы можете посмотреть видео из отеля в Аланье, в Анталии. И, как я уже сказала, в следующих видео. Послезавтра мы уезжаем в Бодрум и покажем вам отель и в Бодруме, и, возможно, мы поедем в Марморис. Там тоже сделаем для вас видео. Поэтому, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. У нас на канале только интересная и самая полезная информация. Так вот, по поводу отелей, друзья, во всех общественных местах, как я уже сказала, кроме вашей личной квартиры, комнаты, дома и так далее, сейчас в Турции запрещено ходить без масок. Поэтому имейте в виду, что такое постановление правительства существует. И, пожалуйста, соблюдайте все нормы, которые предписаны. Пожалуйста, не пишите в комментариях риторические вопросы по поводу того, какая польза, сколько можно и так далее. Все это риторические вопросы. На них ответы вы, я думаю, знаете сами. Ну, а находясь в любой стране, нужно соблюдать и законы этой страны, и постановления правительства, тем более, если это касается вашего здоровья. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте все правила. Как я уже сказала, по отелям вы можете посмотреть в описании к этому видео ссылки. Там я все подробно сделала. Из одного отеля у нас даже есть целых пять видео. Мы уже приближаемся к Афьону. Градус понижается. Влажность тоже. Здесь влажности уже нет. Мы находимся в более чем 300 километрах от... Аланье от Анталии. И, кстати, напишите в видео, хотите ли вы, чтобы мы сняли для вас видео из какого-то термального отеля, потому что Афьон знаменит своими термальными источниками. Ну, когда мы вернемся из Бодрума, обязательно это для вас сделаем. И расскажем очень подробно про луку и сучу. Ну, а сейчас продолжаем наш путь. Вот такая вот у нас панорама за окном. Это все поля сельскохозяйственные, на которых растет рожь, пшеница, клевер, картофель. Афьон также является сельскохозяйственным, очень развитым сельскохозяйственным районом Турции. Но об этом у меня тоже очень много видео на канале. Видео из деревень, видео с вишневых садов, садов черешни и так далее. Поэтому, когда мы смотрим, мы обязательно смотрим. Продолжение следует...